здравствуйте сегодня предлагаю вам связать вот такую вот игольницу миньон для наших деток в школу так вот она выглядит приступим к вязанию для игольница для того чтобы сделать игольницу нам понадобится коробочка из-под киндера из-под яйца поролончик иголочки и нитки для тех кто не умеет вязать булочку можно сделать мульницу можно сделать так вставить просто в киндер и покрыть ребенок не уколется иголочки здесь будут закрыты открывают они замечательно коробочки коробочка поломалась выбросил сделала другую для тех кто связывает сейчас мы с вами вяжем нашу коробку коробочку мы будем обвязывать из двух частей одно мы сделаем короче торгуем сделаем по длине берем нитки любые можно брать остатки не так какие у вас есть делаем кольцо вот видите я не делаю кольцо регули я сделала просто кольцо ввожу крючок захватила нить провязываю 1 воздушную петлю и теперь сюда я провязываю 6 столбиков с одним накидом 1 2 3 3 4 5 кольцо немножко подтягиваю и 6 считаем 1 2 3 4 5 6 все колечко затягиваем вот мы затянули у нас видите нету дырочки и первый столбик мы с вами провязываем столбик без накида 1 и сюда же провязываем 2 следующий столбик мы провязываем 2 столбика и снова то есть каждый из предыдущего предыдущих столбиков у нас получилось по 2 столбикам должно у нас получится 12 давайте смотри 2 4 6 8 10 11 12 в следующем ряду мы провязываем столбик и через столбик мы провязываем два столбика со следующей петли 1 и 2 затем снова один столбик следующем столбики два столбика снова один столбик снова два столбика то есть мы чередуем один мы провязываем 1 столбик во второй мы провязываем два столбика снова один и следующий последний мы провязываем два столбика теперь давайте смотреть хватает нам на верхушку хватает теперь мы не будем вязать больше прибавления а будем вязать просто по кругу столько рядов сколько нам нужно повторю на таких элементов нужно 21 элемент у нас будет по длине и второй элемент у нас будет покороче вяжем обычными столбиками без накида я думаю ряда 3 нам нужно связать у меня нитка плотная поэтому то есть вы будете вязать можете снять вот например это и вам нужно связать на высоту от этого столбика ну я здесь последний ряд поменяют цвет нити чтобы было видно что у нас здесь другой цвет поэтому вот вяжите высоту вот этого столбик вот до вот этой высоты если вы начали вязать с большого значит вы вяжете до высоты чуть чуть меньше то есть на один столбик чтобы потом сделать здесь столбик другого цвета или одинаковый то есть мы вяжем 2 2 вот таких шапочки на высоту вот этих наших вот до сюда так как я буду менять последний ряд поэтому я буду здесь ровно на ряд меньше вы знаете покуда вязала мне пришла идея почему бы не сделать миньона дети очень любят поэтому вот я уже связала видите думал что достаточно для низа для верха мы берем нового цвета ниточки желтого делаем воздушную петлю вводим крючок нашу петельку и закрепляемся подтянули нашу эту петлю сделали воздушную петлю и начинаем провязывать как мы и зале продолжать столбиками без накида для того чтобы наша нитка синего цвета не выпала магию немножко вот провязываем видите я не обрезала так провяжу его вовнутрь несколько рядов вернее рядов несколько вот все берем продолжаем вязать по кругу до числе вставим трус от нашего вот здесь но вот этого оба . провязан все сюда больше вязать не нужно ничего значит мы вырезаем в эту нитку и прячем ее вовнутрь сейчас мы ее спрячем то есть мы ее прячем вот половинку мы уже с вами связали вставляем замечательно вторую такую шапочку вот сюда мы вяжем только желтым цветом на высоту нашими этому что она будет по размеру как вот эта синенькая потом мы будем с вами собирать вот я связала шапочку теперь смотрите берем наши спинку приложиваем спинку к спинке будем крючок наш один захватили рабочую нить и начинаем провязывать здесь вот закрепляемся и начинаем провязывать захватили один захватили вторую захватили второй захватили второй не знаю петель наверное 7 8 чтобы у нас давайте еще давайте еще провяжем так здесь мы про вязание давайте смотреть если у нас все будет хорошо просто его обрежу вставляем одну коробочку вставляем вторую коробочку и закрываем так в принципе все осталось только нам приклеить наши коробочки клеем или пистолета чтобы наш наши вот эти вот изделия видите они скользкие чтобы не выезжали поэтому сейчас приживаем глазик если у нас есть белые нитки можно сделать глазик беленький и пришить черный зрачок или пришить обычную пуговичку все вот этот берем клеем намазываем вставляем в одну сторону во вторую я буду делать этот термопистолет сейчас мы с вами свяжем за глазик я нашла какие то белые нитки а чего то не знаю еще берем крючок более меньшего размера делаем колечко и провязываем шесть столбиков один столбик второй столбик ниточку подтягиваем эту вот видите очень хорошо она подтягивается третий четвертый пятый последний шестой снова затягиваем и провязываем из столбиков предыдущего ряда по два столбика в этом ряду в этом ряду в этом ряду я Можно было сразу пришить, но я как-то не подумала. На глазик или посадить его на клей. Ну вот. И все, последний соединительный столбик. Обрезаем рабочую нить. Закрепляемся. Сейчас немножко поправим. Сдаем. Проденем. Все. На глазик готов. Осталось только сделать зрачок черной ниткой и пришить его к нашему миниану. Я надеюсь, это вы сможете сделать без меня. Вот такая детская игольница у нас получилась. Только хочу Ваше обратить внимание, я делала клеевым пистолетом. Но все равно, так как мы будем его закрывать-открывать, крышечка слезет. Поэтому я просто прошила, взяла обыкновенную иголку большую, цыганскую, проделала такие вот дырочки и прошила под цвет ниток. Вот у меня желтые. Чтобы ни крышечка наша, ни вот этот низ, никуда не девались. То же самое я сделала и снизу. Вот видно. Я то же самое прошила. Ребенок положит иголку, закроет и уже никуда не уколется и не денется. Все. Всем удачи. До свидания.